Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь после некоторого перерыва программа «Культ Просвет». И мы вновь продолжаем нашу дискуссию, наши попытки создания и поисков общего культурного пространства, пространства политического участия и, конечно же, пространства совместной истории, потому что ощущение общности — это ещё и возможность найти в прошлом то, что нас объединяет. И, увы, не всегда это что-то светлое и достойное человека, но это ещё и ужасные страницы истории Европы и человечества. Это ужасные страницы истории XX века, Второй мировой войны и множества авторитарных и тоталитарных режимов, которые уничтожали и человеческие достоинства, и человеческую жизнь. Сегодня мы поговорим с Лолитой Томсоне, с руководителем мемориала Жаниса Липке, о том, что будет происходить уже шестой раз подряд 30 ноября этого года, а именно в День памяти жертв Холокоста в Латвии. Лолита, добрый день. Добрый день. Я очень рад, что тебе удалось найти время присоединиться к нам в формате Zoom. Уважаемые радиослушатели, пока что это в формате отдалённого режима, но мы очень надеемся, что вскоре снова встретимся в студии, и вы снова сможете задавать вопросы. Но пока приглашаю вас услышать рассказ Лолиты о том, что произойдёт 30 ноября этого года. Мой коллега Родион Золотарёв обеспечивает техническую сторону нашего отдалённого сегодняшнего формата разговора. Лолита, мы хорошо знаем, что 4 июля каждый год латвийская политическая элита и дипломатический корпус, СМИ участвуют в процессе памяти, воспоминаний о Холокосте. Это дата, которая, естественно, важна для латвийского общества, даже для школьников, которые изучают Холокост, правда, в очень небольшом объёме. Но эта официальная дата параллельно 30 ноября, уже 6-й год. 5-й год. 5-й? 5-й год. Да, но начало в 2016 году. Да, потому что тогда было 75 лет памяти румбольских расстрелов, массовых убийств евреев в румбольском лесу. И тогда было 75 лет с тех событий. И тогда у меня появилась идея это сделать у памяти свободы. Хорошо. Скажи, пожалуйста, чем принципиально отличаются события 30 ноября от 4 июля? Есть ли какие-то отличия, что-то, что нельзя найти 4 июля, и что-то, что добавляет этой тёмной странице истории, воспоминаний новое, то, что не существовало до сих пор? 4 июля — это начало уничтожения евреев в Латвии, вспоминая начало июля 1941 года, когда уже первых евреев прямо собирают на улицах и после арестов увозят в Витерническом лесу и убивают. И это поджог синагоги Большой Харальны. И эта дата знаменует как бы памятную дату Холокоста в Латвии, как бы государственная дата памяти. И даже до этого в разных городах или еврейская община, или люди, которым это важно, устраивали вечера или дни памяти погибшим, убитым в Холокосте евреям в каждом городе. Например, в Прелле — это август 9-й или 10-й, в Лепае — это середина декабря, когда в Дюнахшчеде убит около 3000 человек. И в разных городах это ещё разные даты, потому что понятно, что важно, что происходило с людьми в твоём городе или в твоей среде. И при этом, когда это стало возможно, евреи тоже или из Израиля, или из Америки, или откуда-то приезжали помянуть тех родственников своих, которые остались в этих лесах. Про Румбулу. Румбулу — это памятная дата 30 ноября. Еврейская община Риги всегда это отмечала. Отмечала в Румбульском лесу. Всегда было последнее воскресенье ноября, поскольку 30 ноября выпадает на разные дни, но в воскресенье уж точно все могли тогда прийти. И это было вот такое событие, поминание румбульских жертв. И тогда уже это отдельная история, почему в 2016 году мы решили, что надо делать и надо помянуть убитых рижских евреев, не только рижских, но и евреев из Австрии, из Германии, которые убиты и в Румбуле в битерниках 30 ноября, и у памятника свободы. Конечно, все, которые хотят, могут, приходят в Румбульский лес, но это обычно днём, это не после работы. Это не всегда так легко это сделать, это далеко. Но думая про то, что это румбульские события, 25 тысяч убитых евреев в Риге, это самое большое убийство на латвийской земле, их жителей, граждан, не в войне, а просто людей без оружия, людей, которых просто загнали с рижского гетто в лес и убили, думая про это, что они были частью Риги, они были частью Рижани, они были частью Латвии, они были согражданами наших бабушек, дедушек, они были частью этого общества, которые боролись за независимость Латвии. Поэтому, когда я думала, где это устраивать, мне казалось, что нужно, чтобы мы это упомянули, у памятника свободы. Памятник свободы таким образом становится символом политической нации, государственной нации, которая объединяет разные общины, потому что ты уже упомянула, что в освободительных войнах в период с 1918 года участвовали в создании республики, по сути дела, и представители еврейской культуры. Потом еврейское население было частью и демократического общества, множество партий, и печатные органы, СМИ, театры и так далее. В межвоенный период еврейская культура была неотъемлемой частью латвийского общества, и, что называется, цвела пышным цветом. Я хотел спросить, может быть, чуть более концептуально, и мы немножечко на мгновение отдалимся от конкретного дня, от конкретного мероприятия памяти. В современном мире, к сожалению, жизнь неумолима. Уходят те люди, которые были жертвами тоталитарных режимов, пережили концлагеря, пережили Холокост. Люди, потерявшие в своей жизни множество родственников, близких и друзей, они были основным источником свидетельств, они были живыми архивами, живыми библиотеками. Но, увы, живые библиотеки уходят, эти люди покидают эту жизнь. Как тебе кажется, за те долгие годы, пока ты занимаешься мемориальной политикой, я бы сказал так, изменилось, или ты видишь какие-то изменения в формах воспоминания, будь то носители воспоминаний, будь то каналы, будь то формы, и реакция людей тоже. Есть ли какая-то, скажем, глубокая, такая очень насущная динамика? Я думаю, что многое изменилось с созданием разных, я бы сказала, таких культурных продуктов на тему Холокоста Латвии. И не только про убийство евреев, но про евреев как часть истории Латвии, что это не про их, а это про нас. Например, только что «Спайл Манюнакци» — это приз за театральные достижения получил спектакль. «Ночь лицедеев». Что? Мы перевели это когда-то «Ночь лицедеев». «Ночь лицедеев», прекрасно. Вот. Матин Чаеха и Кристо Бурана вот режиссёры они создали в Резакне, прямо на месте, где было много евреев, не только в Резакне, в окрестностях. Они сделали спектакли про жизнь евреев до Холокоста, ещё в царские времена с рассказами, с молитвами, с музыкой, и где люди передвигались по городу Резакне и слышали вот эти как бы исторические рассказы про евреев, которые тут жили рядом, которых сейчас там нет. И мне кажется, вот это понимание истории города даже или места в каком-то сочетании с еврейским прошлым, мне кажется, это то, что за последние 10-15 лет очень изменилось и в театре, и в кино. что это не про вот мы снимаем сейчас фильмы, там всё вроде про евреев, а евреев в фильме, например, городу реки Кайриша, они часть вот то, что происходит с этим городом, ну, потеря евреев в этом городе, это тоже часть вот этого истории как бы латышского парнянса, который связан с ними. Мне кажется, что именно литература, кино, театр, он как-то очень поднимает вот эту тему памяти. И думая про то, кто это рассказывает, ну, вот ты сказал про бабушек и дедушек или про тех свидетелей Холокоста, которые уходят, уже уходят последние, надо понимать, что люди, которые пережили Холокост, не всегда говорили про это. Только что я брала интервью у Карен Фростек, профессор Бостона, ее дедушку и бабушку убили не в Румбуле, а в Юмпра-Мойже, который рядом с Дауговой. Их последняя станция, как и для многих евреев Европы, около 4000 евреев было из Австрии, из Германии, в Юмпра-Мойже. Их последняя станция в Ашкиротова. То есть и она про это думает совершенно по-другому, потому что она поэтому не знает своего бабушку и своего дедушку, потому что их уничтожили. Она говорит, я знаю, что у людей бывают замечательные отношения с своими бабушками и дедушками, у меня нет этого опыта, мне вот это забрали у меня. Папа выжил, а вот про них я ничего не могу сказать. Но она приехала в Рику и как-то пытается означать это вот место, что там был лагерь и убили около 800 человек прямо на том месте. Вот мне кажется, вот это сочетание вот этих внуков и мост поколения и деятелей культуры, которые меня этим интересуются, мне кажется, это такой вот новый путь может быть как про это говорить, когда нет уже тех, которые выжили в Хлокосте. А есть какие-то другие альтернативные может быть педагогические инструменты в других странах в Израиле, в Германии, в других странах Европы, в Соединенных Штатах, которые может быть тебе известны, но под какому-то твоему представлению не могли бы на самом деле быть использованы в Латвии или может быть в Восточной Европе? Есть ли региональные и культурные отличия в культуре воспоминания, например, технологические? Я слышал о голограммах, о тех, которые возмущают многих людей. Может быть, ты могла бы упомянуть об этих моментах? Ну, когда с тобой разговаривают, отвечают на вопросы выжившие в Хлокосте человек, который голограмма, который компьютерным этим способом отвечает на твои вопросы, вопросом. Ну, то есть, я думаю, что это может такое дело поколенческое, то есть, мне бы казалось, это, потому что я бы лучше почитала книгу или просмотрела длинное интервью с этим человеком. Мне нужно вот это, такое странное как бы интеракции посредственное, но я думаю, что для многих людей это то, что ты можешь задать вопрос, почему люди молчали, почему не помогали, а как ты живёшь сейчас, вот после этого ты потерял всю семью, вот как ты живёшь? Мне кажется, что это может быть что-то срабатывает, вот какая-то связь. Я не хочу быть такая, осуждать вот именно такой подход, но мы тоже в музее Липки делаем и виртуальную реальность, чтобы через вот эту виртуальную реальность, через эти большие очки люди могли войти вот этот бункер или услышать или узнать историю про маму с дочкой Хану и Софии Штайн, которые Липки спасы, как они спаслись, или про то, как этот сын Жаниса, который мальчик, вот как он видит спасение, спасание евреев и как это происходит. То есть понятно, что мы тоже ищем разные способы. И что было интересно с пандемией мы сделали в начале этого года, но это началось два года назад, есть такая подпольная Рига и аппликация, которую можете открыть в телефоне и гулять по тем местам Риги, которые связаны с Холокостом, где людей спасали, узнать их истории. Это не всегда заканчивалось хорошо, понятно, но вот как твой город, где вот эти места? и аппликация на четырёх языках и на русском, на латышском, немецком, на английском. И когда мы её запустили, было интересно, все сидели дома, была пандемия, но кто-то в Риге, конечно, мог, ходил, тут может ехал на велосипеде, слушал, но мы получили очень много отзывов и на русском, и на английском, что люди это слушали как подкаст, они, может, гуляли по Риге по своей карте какой-то, не знаю, в телефоне, но они вот слушали эти рассказы выживших из спасения евреев, они слушали как вот, не знаю, вот как мы сейчас на радио или как такое, и мы когда создавали это, мы не думали про это, что это может сработать и так. Мы думаем, что люди будут ходить, сапликаться, ходить по этим местам, слушать вот эти, смотреть на эти фотографии, слушать вот это, не знаю, узнать что-то про свой город, какой-то вот пласт другой города. Оказалось, что это может работать по-другому. Параллельно с цифровыми технологиями всё ещё существуют книги и, конечно же, исторические источники, свидетельства. В случае, если у кого-то из наших радиослушателей есть свидетельства в разных всевозможнейших форматах об истории евреев в Латвии или об истории их преследования или об истории их спасения, есть ли возможность передать эти материалы на сохранение мемориалу? Подобная функция присутствует в спектре заданий мемориала или же нет? Потому что ведь у многих возникает вопрос, хорошо, у меня есть исторические свидетельства, старые письма или дневник дедушки, но он может рассыпаться у меня на глазах, я не знаю, как сохранить его. Это очень много технических вопросов. Каким образом мемориал мог бы здесь помочь? Вы можете взять в архив на хранение? Проблема ещё та, что люди, когда уходят одно поколение, например, даже вот выживших, которые пришли в войну или в лакост, часто внуки, но тем более правнуки, они не хотят, ну то есть альбомы ещё как-то сохраняют. А вот эти ящики с фотками, где непонятно, кто уже там на этих фотографиях, то это гораздо сложнее. Музей евреев в Латвии сначала, я думаю, что с конца 80-х собирает вот такие свидетельства. Мы вот сейчас, музей Липпи, работает с 2012 мы собираем больше те свидетельства, которые связаны с спасанием евреев. Не всегда это закончилось хорошо, то есть это не всегда удалось, но именно вот такая наша тема музея. И, конечно, это находит потом своё какое-то отражение и в, не знаю, или в статьях, или в исследованиях. Конечно, музей это сохраняет, потому что в этом и проблема, что если при влажности или при просто, не знаю, у нас разные проблемы с старыми письмами, или их или вода, или влажность, или, не знаю, мыши какие-то. Я думаю, про то, что это не всегда просто сохранить что-то там на чердаке. Иногда это очень важно. Но в случае, если такие материалы есть, их можно передать на сохранение мемориала. Да, конечно. Мы так и делали, когда люди поносили фотографии, они даже готовы нам их отдать. Но мы им всегда делали хорошего качества сканирования фотографий, чтобы они могли уже дальше в каком-то другом носителе их сохранить, если они не хотят физически фотографии. Такая какая-то система, что нам только кажется, что все хотят сохранять каждую галочку и записочку. Сейчас в моде какой-то минимализм, и никто не хочет, ну, то есть многие люди уже не хотят жить с этими чемоданами свидетельствами. Минимализм памяти — это очень интересное понятие, которое ты сегодня ввела. Да, 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 вот именно. Ну, хорошо, подобный минимализм, конечно же, подразумевает некоторую довольно жестокую и печальную селекцию, и нередко эти альбомы или, допустим, коробки с диапозитивами потом оказываются просто на помойке. Да. Но их там находят, и некоторые художники, и кураторы потом возвращают их жизни. Вопрос связан с учебниками. Давай попробуем заглянуть в современные учебники истории Европы и Латвии, и тебе, как человеку, который работает со школьниками разных возрастов в Мемориале, и наверняка в семье тоже есть возможность заглянуть в учебники кого-то из молодых родственников, есть ли у тебя какие-то пожелания к формам изучения Холокоста в Латвии и в Европе, к содержанию, к каким-то методикам, если бы вот ты сейчас полистала учебник истории, чего тебе там не хватает? Мне кажется, во-первых, понятно, что все меньше и меньше уроков в школе для истории, и то, что, например, история Холокоста Латвии, история Холокоста Европы, это, ну, по уроку в девятом классе, а тем урок и в двенадцатом классе, это понятно, что учителя истории или социальных наук он должен быть очень как-то найти другие способы, рассказать, если мне кажется, что тема Холокоста, она важная. Музей, конечно, занимается педагогической деятельностью, у нас есть школ, сома, то есть школьная сумка, не знаю. Ранец. Ранец, да, и когда-то, конечно, до пандемии школьники ходили на программы живем, то есть приходили, приезжали в музей, сейчас это все понятно, что это тоже как мы вот сейчас через Zoom, ну, именно, что это помощь у учителям, что не все, не все темы нужно самому, самому как-то или преподавать, что-то для этого есть и музей, и программы, что-то такое, что еще помогает. У нас для младших классов, которые еще вообще не учили никакой Холокост, есть сейчас запись театра «Пуи Корсуны. Мальчик с собакой», который для первых четырех классов как раз про историю Жени Соливки и про Холокост, и про Ригу военного времени, что дети смотрят театр, ну, когда-то не смотрели в музей, сейчас поднят на этой запись, и у нас есть дискуссии или общение с педагогом музейным обсуждать то, что там было, или подготовить детей к этой теме, потому что понятно, что только стоять у памятника или посложить свечи, ну, даже если мы это делаем, памятник свободы, нам это важно, для школьников это такая странная, очень отчужденная такая акция, узнать что-то, узнать через живые истории или через театр, что произошло, ну, скажем, с евреями Латвии, и что, мне кажется, очень важно в школе, я думаю, что это меняется сейчас, наверное, с новыми программами, что евреи не пришли в Ригу, чтобы, или в Латвии, чтобы их убили, они, истории евреев в Латвии ей около 300 лет, понятно, что они еще жили, территория Латвии была в царской России, и про это тоже стоит думать, что это не какие-то пришельцы, которые, вот, и все, что мы про них знаем, что их всех убили, мне кажется, очень важно, вот именно этот момент, как выглядела Рига и Латвия до этого, где там жили евреи, и русские, и поляки, и белорусы, и немцы, и что это было очень разностранное, культурное, религиозное место и государство. Вернемся теперь к 30 ноября. Что происходит, или вернее, что до сих пор происходило в рамках этого поминального вечера или события, и может быть и здесь за эти несколько лет у тебя создалось впечатление, что что-то меняется, появляются новые участники, может быть кто-то из политической элиты, города или страны заметил это мероприятие, может быть кто-то никогда не знаешь, что происходит, кто-то пытался, условно говоря, пользоваться этим как политическим капиталом или медийным, то есть ведь вокруг каждого мероприятия есть какие-то параллельные содержания, может быть, ты могла бы оптимизировать. До этого, как я расскажу про 30 ноября, я просто хотела упомянуть, что в этом году, поскольку это 80 лет начала оккупации нацистами Латвии и начала убийств, массовых убийств евреев в Румболе и евреев в Европу, которых сюда привезли, обещая школы и жилье, и их привезли просто здесь, чтобы они были в гетто или в лагере работали до смерти или просто убили. И в этом году на станции Штируотова будет памятное возложение свечей и там будет речи и упоминание вот этих еврейских, европейских евреев. Именно потому, что для латышей Штируотова это станции, откуда их всех выслали, не всех, но тех, которые высылали в депортациях сталинских в ГУАГ. То есть это вот отправная точка в никуда, откуда часть вернулись, а часть остались в этой ссылке. И для евреев Европы и тогдашней Чехословакии и Германии Австрии вот это Штируотова была той точкой, вот где их последняя станция, вот оттуда редко кто вернулся потом назад. И думая про это место вот одна станция вот эти истории, которые связаны и с историей Холокоста и историей Станинской депортации, но вот как про это место думать, нам не проходилось до этого с этим сталкиваться. Почему? Потому что только в этом году в Штируотове что-то происходит. Там будет мост с разными городами Германии Штутгарт и Нюрнберг Берлин Хамбург Гамбург разные еще другие места меры городов как это Мэрс главы этих разных городов будут подключаться вот из своих городов куда отказались смерть евреев их стран и мест вот и мне кажется вот это такое что-то которое в первый раз на самом деле что-то такое происходит и в Штируотове и это 29 ноября на что 80 лет проходит из тех событий у памятника свободы поскольку у нас сейчас ситуация пандемии что уже второй год мы в очень странных условиях никто не может запретить приходить к памятнику свободы и возложить свечи и зажечь их памятные свечи жертвам 25 тысяч этих убитых в Румбуле но мы не можем официально делать мероприятия как мы это могли делать когда было 75 лет в 2016 году приходили к памятнику всегда люди которым было это важно и русские и латыши и евреи и просто туристы которые мимо проходили приходил и президент Дэйон сам просто пришел 15 минут до того как мы должны были уже убирать свечу возложил свечу без журналистов фотографов ну то есть кроме своего там который президент и приходил и президент Левиц приходил на прошлом в прошлом вот и и в этом году придет потому что это не ну то есть мы просим всех не задерживаться и два метра и дистанции и маски и все это на улице но мы не можем мы не можем приглашать людей официально приходить потому что ну нельзя собраться в толпы поэтому мы все время должны следить чтобы там не было много людей чтобы люди приходили уходили я сама там буду и и и группа вот людей которые с которыми вместе я это делала уже с 16 года историк Каспар Каспар Зелес Рита Рудуш журналист и переводчик Датса Мейера и Антру Далегова и еврейская община то есть Леоленский то есть мы там будем просто мы там у нас там дежурство потому что надо сжигать свечи холодно же ветер поэтому чтобы этот огонь памяти горел вот мы там будем с шести до девяти ну вот как-то так странно но для политической цели нет ну поскольку там нету речи нету песни там только люди приходят и уходят и то есть мне кажется что это не такое политическое и люди которые не могут приходить они присылают вот например мемориал Литки присылают свечи мы идем покупать ящики свечей потому что люди хотят чтобы их возложили у памятника свободу но они сами не могут прийти или приехать тем более сейчас во время пандемии так что да свечи мы уже должны принести в оставшиеся 7 минут я хотел бы поговорить о том как можно сохранять память в будущем и не только конкретными акциями поминовения которые произойдет 30 ноября с 6 до 9 вечера но речь идет о том как сохранить память от забвения от политических манипуляций от может быть нарастающего популизма радикализма и ксенофобии я знаю что мемориал готовит большой проект я бы сказал огромный по своему значению проект дом мужества или дом гражданского политического образования который станет и образовательным центром для молодежи могла бы ты упомянуть что сейчас на данный момент происходит какие новости в этой области ну мы если говоря про каких-то в какой где мы в этом проекте то архитекторы сейчас МАДА они делают уже такой основной проект для для вот этого образовательного центра культурного центра в Типселе напротив нашего музея еще денег мы не собирали ну то есть это еще не на что это построить но проект сейчас создается и и мы думаем скорее про чем его наполнить у нас есть и вот сотрудничество с немецким с германским посольством с посольством Германии с нашими коллегами из Кёльна с людьми которые связаны и которые занимаются вот именно это и гражданского образования и думая про это и про контекст холокоста и про контекст геноцидов вот поэтому мы создаем не кроме проекта внешнего архитектурного мы сейчас музеи наши сотрудники мы работаем над чем его наполнить вот как про это говорить учимся разными какими-то хорошими примерами и с вот нашими коллегами в других других организациях потому что в Германии конечно они работают с разными разными группами населения с молодежью очень много с родителями вот это то есть мы учимся каковы по-твоему риски как раз забвения этого страшного опыта двадцатого столетия что в современном мире в области политики памяти тебя особенно тревожит и как человека и как гражданина ну и как сотрудника музея мне кажется что в Латвии эта проблема что каждая группа как-то поминает своих не хочется сказать своих жертв все такие капсулы такие закрытые пространства да да когда вот двадцать пятого марта или 14 июня упоминаются ссылки это как бы кажется что это одни люди когда упоминают убитых евреев это другие я не говорю что это так есть и люди которые ходят и на то и то мне кажется вот именно думая про это какие у нас вообще важные даты памяти да мы как-то 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 эта традиция вот памяти она так отдельно идет для мне кажется для этнических меньшинств вот поэтому я хотела чтобы мы думали про в румболе убитых арижских евреев так как что они были рижане они были часть латвии но это значит что это в принципе ты тогда должен как-то вникать и понимать что что знаешь у нас очень много разных жертв и это и про латвию это не про только каждую группу отдельно я полагаю что 30 ноября будет возможность в очередной раз не только вспомнить убитых жертв тоталитарного режима но и понять что это наши жертвы это наши сограждане которые потеряны для нас потерянных историй их жизни их судьбы но теперь благодаря подобным мероприятиям мы будем о них помнить большое спасибо за твой рассказ спасибо за то что ты упомянула как где и каким образом можно вспомнить наших убитых убиенных жертв тоталитарных режимов мы сегодня прощаемся на следующей неделе в пятницу мы встретимся с очень интересным собеседником собеседницей Инессой Вайвар которая является одним из активнейших представителей гражданского общества и она расскажет каким образом можно действительно менять жизнь вокруг себя даже будучи человеком который может быть не участвует в выборах и не участвует в политике но вокруг себя реальность менять можно можно и нужно большое спасибо Родиону Золотареву за обеспечение технической стороны нашего эфира Лоли еще раз большое спасибо выдержке выносливости сил музею и мы встретимся снова через неделю спасибо и до свидания мы знаем вы субтитры